всем привет ну вот как и обещала я отправилась на разведку сосновый лес проехала конечно достаточно много но это разведка того стоило потому что пройдя буквально метров наверное стол от машины нашли маслята маслята зернистые это первые маслята которые начинаются у нас мая а сейчас у нас начало мая очень жарко у нас сегодня около 30 градусов но тем не менее маслята есть и они достаточно свежие что не может не радовать и Продолжение следует... Наша первая находка это маслята. Смотрите, какие чистые, какие они красивые. Получается три штучки на одном месте. Какой малыш. Масленок зернистый, чистый. Черви его еще не тронули. Красота. Вот такая находочка. Тоже масленочек. Тут один. И совсем рядышком спрятался. Под кустиком еще один. Вот они. Хороший, красавец какой. Второй спрятался. В иголочках и дубовых листьях. Немножко уже старенький. Но находки есть. Тут три, тут два, тут пять. Красота. Начало мая. Пошли маслята. И вот еще один красавчик мной был обнаружен. Смотрите, какой классный. Все как на подбор. Примерные места для поисков маслят. Это одна сосна, которая стоит среди белоствольных деревьев, либо дубов. И вот на стыке этих границ, опавшей хвои и листвы, попадаются маслята. Сыра на дорожках. Ну, это, скорее всего, ближе, конечно, сырость идет к оврагам. Если подниматься на гору, то, конечно, очень сухо. Поэтому идем, смотрим. Очень много растительности. Те же ландыши, медуницы очень много попадаются. Такое яркое, красивое. Какая находка. Смотрите. Пилолистник. По-моему, бокальчатый, да? Бокаловидный какой-то. Но он еще мягкий такой, смотрите. Прям мягенький. Некоторые его берут, едят. Но по мне так жестковатый. Гриб, конечно. Называется пилолистник. Потому что его пластинки, они как чешуйки. Видите? Неглубокие. Он достаточно мягкий. Но его уже поджирают мошки. Даже смотрите, с него вода течет. Поставим его здесь, пусть размножается. А вот и плетей оленей. Смотрите, какой он коричневый. С бугорком таким. Чистейший. Некоторые тоже его берут, едят. Сейчас покажу вам его. Чистейший. Пахнет грибами. Прям приятно. Знаете, вот запах похожий на ТСЖ чем-то. Плютей. И вот еще, смотрите, два экземплярчика. Пилолистники бакаловидные. Свеженькие, молоденькие. Какой красавчик. Смотрите. Чистейший. Чистейшая шляпка. Запах изумительный. Прелесть просто. Маслёнок. Какая красота. О, это божественно. Какие они обалденные. Ох, какие комары. Видите? А это какая прелесть. Правда, они, конечно, уже, скорее всего, старые. Их сожрали. Смотрите. Наверняка. Да? Да. Вот. Печалька. Очень обидно, что старенькие. И этот тоже, скорее всего, будет старый. Ну, да. Хотя нога чистая. Проверим его. Вот тут края можно, в принципе, эти обрезать. Нет. Гнилушка. Тоже гнилой. Да. Но сочный такой, достаточно. Жалко. Это же первые весенние грибы. А этот, немножко, чуть-чуть. Ну, как видите. А на этой полянке я нашла целых три богатыря. Так. Смотрите. О, какой он огромный. Огромный, но, скорее всего, он червивый. Ножка червивая. Шляпка. Более-менее, но немножко червей все-таки, конечно, съели. Тут еще маленький один. Я прям достану его, покажу. Он чистейший, он свеженький. И еще один экземплярчик. Ну, этот чистый. Этот красавчик прям чистенький. Да. Бомба. Смотрите. Моя прелесть. Я счастлива. Класс. Красота. Смотрите. Смотрите, какая прелесть. Один чистейший. И еще один маленький. В иголочках. Рядом у нас белолиственные деревья, кстати. Перемешку с соснами и дубами. То есть, видите, не полностью сосновый лес, а смешанный. Чистейший. Красота. Прелесть. Наверное, уже заканчивается сегодняшняя моя прогулка. Итог сбора, ну, примерно два десятка зернистых маслят. И поверьте мне, это уже счастье. Это были первые майские грибы хорошие. Действительно хорошие. Искать их сегодня было очень тяжело. Грибы реально трудовые. Ходить пришлось далеко и много. Но, мне кажется, чем грибы тяжелее искать, тем интереснее. Тем больше азарта, когда ты его находишь, этот гриб. Искомый. Вот даже сейчас иду. Понимаю, что уже пора домой. Потому что время уже около пяти часов вечера. А лес не выпускает. Глаза так ищут. Ищут грибы все время. Так вот, что хочу сказать. Вот эти вот два десятка, может, чуть больше я сегодня нашла. Эти грибы были найдены с таким азартом. Я получила действительно такое удовольствие от их поиска. Ну, как будто я, знаете, там полмиллиона выиграла в лото. Вот что-то наподобие этого. Вот настолько это такой кайф. Идти, идти, гореть желанием это найти. И в итоге это найти, это действительно бомба. Это такие непередаваемые ощущения. Знаете, как некоторые, вот правда, говорят, что мы грибные наркоманы. Такое, это, наверное, и есть тот самый кайф. Именно грибной кайф, который получаешь при нахождении какого-то такого, ну, как можно сказать, редкого экземпляра. Сейчас, на май месяц, на начало мая, эти действительно грибы редкие. Поэтому просто море удовольствия. Следующие грибы, которые мы будем искать с вами с середины мая, начиная, это будут лисички и, возможно, полубелый гриб. Всем пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. А впереди будет только самое интересное, потому что все только начинается. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok